В этом видеоролике мы продолжим работу с панелью окраски поверхностей. Давайте выберем покрытие и наведем курсор на стену. В открывшейся панели слежения мы видим изображение и название текущего и нового покрытия, часть элемента для которой будет применено новое покрытие. В данном случае мы можем выбрать наружную или внутреннюю поверхность стены. Переместив курсор, мы можем выполнить окраску всех торцов, а нажав клавишу Tab всех поверхностей стены. Удерживая курсор наведенным на элемент, мы можем увидеть, как он будет выглядеть после изменения покрытия. Если результат нас устраивает, то достаточно просто сделать щелчок, чтобы применить изменение покрытия. Еще одна опция, называющаяся «Все похожие грани», становится доступна в панели слежения, если для нескольких поверхностей элемента использовано одно и то же покрытие. Эта опция позволяет перекрасить сразу все поверхности, для которых применено одинаковое покрытие. При выборе в панели покрытия, не загруженного в проект, инструмент окраски поверхности деактивируется. Сначала вам следует добавить покрытие в проект, воспользовавшись соответствующей кнопкой. Еще одна великолепная функция панели окраски поверхностей заключается в том, что двойной щелчок на покрытии сразу открывает диалог его параметров. Давайте рассмотрим пример изменения покрытий сразу нескольких элементов. Скажем, заменим белое покрытие на зеленое. Для начала выберем белое покрытие в панели. Затем воспользуемся командой «Выбрать все элементы с покрытием». В результате оказались выбраны все элементы, хотя бы одна поверхность которых окрашена в белый цвет. Эту операцию можно выполнить и быстрее, активировав инструмент «Пипетка» и сделав щелчок на поверхности, окрашенный в белый цвет. Белое покрытие сразу оказалось выбрано в панели окраски. Теперь сделаем щелчок правой кнопкой мыши и активируем команду контекстного меню. Сейчас мы можем отменить выбор элементов, которые не хотим перекрашивать. Чтобы сделать это, достаточно выйти из режима окраски, нажав клавишу «Escape» и удалить из выборки соответствующие элементы. Теперь выберем покрытие, которое хотим наложить, и применим его в панели окраски справа. Еще одна полезная функция панели окраски поверхностей – это отмена всех замен покрытий. Выберите нужные элементы и активируйте данную команду, чтобы отменить замену их покрытий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!